МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот здесь есть такие бокалы. Единственное, что это под 5-й юбилейный год были выпущены. Все остальные будут другими. Золотое тиснение. Золотое тиснение, но для вас по цене обычных. Редактор субтитров А.Семкин Одесса встречает живым пивом. Реакция такая. Убей живое пиво и забери одну тушку бесплатно. Рыба. Приехали в Одессу. И вышли на охоту за едой. А тут одни больницы. Улица Пастера. Ну, естественно, улица Пастера. Одни больницы. Ну, что, сейчас что-то найдем. Решили зайти в Одесский дворик. Страшно? Денег нет, соприкат. Ух ты, бежать. Денег на себя не брали. Какой антураж. Ну, ничего такого. Обычный, обычный Одесский дворик. С виноградом. Виноград все заросло. Атмосферненько. Очень. А что мы нашли? Случайно. Латыши, оказывается. Опа. ХЗП. Это знак. Одесса ждала. Одесса ждала нас, да. Пельмешек. Будем кушать. Друзья мои, доброе утро. Это я еще не пил. Это мы только вчера приехали. Заселились в роскошные апартменты. Сейчас покажу. Ну, и как раз разбудим тех двух работничков. И будем собираться на фестиваль. Вот так отблигается. Отлично. Вот такая кухня. У нас танцевать можно. Холодильничек. Все дела. И какое-то тело у нас здесь спит. Отдельно. И не собирается совсем на фестиваль. Кто у нас не собирается на фестиваль? Я не пойду. Я не пойду. Я сейчас на море. Сейчас яхта. Девочки. Просыпайся уже. Во сне он на море. И с девочками. И здесь у нас еще одна комната. Ага. Еще одно тельце. Он спит. Доброе утро. Доброе. На фестиваль едем? Да. Я не знаю. Он же сумку вставал. Так что все. Да? Ха-ха-ха. Я тебя понял. Ну все. Повозка на четырех колесах. Лаунж-зона. Доброе утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встретили, наконец, самого занятого человека, или занятого человека, организатора именно по пивной теме, Гоша, главный пивовар, основатель, вдохновитель пивоварни Отбрю. Как, кстати, переводится? Странное. Странное пивоварение. Странное пивоварение такое, я думаю. Все, и еще и аббревиатуры, это типа От, это Одесса, Одесса, Дисент, Аббрювери. Расскажи немножко про фестиваль, как вы там подумали, как вы организовали сложности сильные, есть, как в любом деле? Легко ничего не дается. Фест десятый по счету. Это пять лет уже проекту Одесса пир-фестивал. Я подключился к проекту год назад. Ровно год назад я начал отбирать пивоварам, корректировать их сорта. У нас есть и пивоварни, есть и магазины пива, которые собирают ассортимент со всей Украины. У тех пивоваров, которые не могут по какой-либо причине приехать. Мы их делаем так, чтобы они, я делаю так, чтобы они не пересекались, чтобы у каждого был свой ассортимент. Договариваюсь с пивоварнями, чтобы отправили какие-то новинки, какие-то эксклюзивы, которых нет в барах, которых нет в магазинах. И чтобы люди могли попробовать что-то новое первое. Домой я говорю, иди. После 11 мы выключаем. Мы записываем здесь. Что вы говорите? Я запринался в руки, да? Ну, хотя бы не кричать. Что мне делать, если вам что? Ну, значит, обойти, так пойти за ним и взять его. За что? За ухо. А это что у кого-то? Вместо того, чтобы перестать кричать, женщина подошла. Все? Можем продолжать. Отлично, отлично. Это Одесса. Ну, что делать? Одесса. Покал стоит полтора евро. А если какой-нибудь денег, что делать? Выходите мимо в бархатах. Покал и заработать, да? Отлично. А сейчас у нас вся свободная дусяная. Какие еще вопросы есть? Все? Кто? Вопросы есть еще? Нет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, такой красивый. Идите, спасибо. Вы тоже хорошо. Идите, пожалуйста. Сыщите собаку. Хорошего дня. Постоянно все мешает нам зависаться. То время, то туда, то сюда. Пытались поймать прошлый в мае, Гошу, тоже не получалось никак. Сейчас уже третий день фестиваля. Все время или занят. Подожди, она еще разденется. Будет стриптиз. Ладно, все нормально. Итак, какие планы у нас дальше по фестивалю, по развитию? Планы все-таки сделать так, чтобы непосредственно пивовар стоял за стойкой, общался, наливал пиво. В этом году около 400 разных сортов. 400? 400 сортов. Я бы так легко посчитал. Еще в конце у нас будет более детальная статистика. Но сейчас это около 4 нас. Прикольно. Уже такой. 39 пивоваров. В среднем все где-то привезли по 8, 10, 12 сортов. И многие здесь еще и продают чужие сорта. Там в Bont of Beer у нас есть киевские ребята. В сеть магазинов Мир Пиво. Они привезли там больше 20 сортов. И каждый день они что-то делают, что-то ротируют. Есть выбор. Понятно. Но прежде всего нужно вспомнить о том, что это не фестиваль крафтового пива. Это фестиваль пива в целом. Да. У нас есть, извините, и масс-маркет, и есть крафтовые сорта. А в основном, что важно, люди голосуют рублем. Да. Ну да. Гривной. И в конечном итоге при подсчете, при статистике у нас получается так, что крафтовики все-таки на первых ролях, они первая десятка занимают крафтовики. То есть они больше всего продают. Люди все-таки хотят попробовать что-то новое. Да. Они идут на масс-маркет, попробовали, а потом идут к крафтовикам и понимают, что есть другое пиво. Абсолютно. Есть что попробовать, есть разные вкусы, ароматы. И, конечно, уже это пиво перестает для них существовать. Ну, надеюсь, так и будет. Все-таки больше и больше людей все-таки будут приобщаться, оценивать крафтовое пиво и выбирать. Мы еще живы. Пройдемся, посмотрим, что тут и как. Здрасте. 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 Привет. Что привезли новенького? Облепишечка. Облепишечка. Очень красиво, очень вкусно. Что еще интересного есть? У нас еще есть апельсин. Это мельчейк с добавлением 20% апельсинового фреша. Сейчас есть облепиха. Еще у нас еще есть ананас. Это саурель с добавлением лактозы. С добавлением лактозы и 15% ананасового куренка. И будет скоро облепихоз. Это саурель с добавлением 30% апельсинового фреша. Круто. Решил, короче, все отъехать удивить, да? Лук и сяки, это же наш профиль. Облепиху пробовали очень круто. Мы стараемся. Удачи. Привет. Привет. Ни такого не хватало. Еды. Привет. 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 Решил, что отражаются. Что интересного привезли? Да, в основном по классике все, в Одессу классик, ну, Сейши Нипа, Американ Амбрель и копченый стаут, более нибудь. На Днепр будем уже более за урочки какие-то, милл стауты и милл шейки с ягодами. Всякую нить будем пробовать в Днепре. Удачи! Привет! Что интересного у вас есть? Биво? Что пробовал? Лаконично, доступно, все ясно. Пробовать будете? Нет, не буду. Харьковчане! Привет, Харьковчане! Привет, Харьковчане! Что привезли? Как всегда, все вкусно, этот ассортимент тебе хорошо знаком. Да, мне знаком, зрителям не знаком. Что? Саурманга, Саурананас, Сауртомат и Панаквейк. И три относительно классических сортов. Бланш, Милксаут и Ватерлоу и Прага Пилдер. Понятно. Народное пиво. Да, конечно. Куда ж без этого. Новая пивопарня. Не слышали. Здрасте. Вы шифруетесь, нет? Да, Тошечка. Че-че-че? Мы настраиваемся на работу. Интересный какой налив у вас. Здесь все ниже, я кинемся. Блин. Ольда. Привет. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. 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 Трансформатор пока, да? На разогреве. Пока, да. Печет, печет. Что интересного у вас? Сангрита гюзэ и пайнэпл савэр. Прикольно. А так все интересно. Я понял. Ладно. Ну удачки вам. Навзаим. Варвар. Здравствуйте, Варвар. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Хотелось бы лучше. Здравствуйте. Поймали. Добро пожаловать на фестиваль. Да. Мы снова его проводим. Молодцы. Неплохой, вроде говорят, по слухам. Вот. Но проблем. Немцы. Немцы, немцы. Ну это замечательно. Вот. Людям, как говорится, разных народов и национальностей нравится здесь. Ну отлично. Отлично. Ты как, доволен организацией своей работой? Работой своей, наверное, я доволен. А организации нет. Ха-ха-ха. Очень тяжело, если честно. Ну понятно. Понятно. Да и возраст берет свое. Не, ну молодец. Хорошие фестивали. Все душевно. Еще, дай бог, город вам поможет выделить красивую, хорошую локацию. Да, город нам поможет. Он всем помогает. Все города обычно помогают. Да, да, да. Всем кто что-то делает, всем помогает. Надеемся на чудо. Добро пожаловать на Одесса Берфестиваль без ложных иллюзий и надежд. Ха-ха-ха. Да. Эльтринка. Сомбреро. Привет. Чего привезли сегодня? Привезли американ вид, галакси, милк стаут, привезли джинджер и голден эль. Бельгийский голден странгайз. И как вкусно. Восхитительно. Пробуйте. Люди что говорят? Довольны? Люди довольны. Приходят еще. Просят. Больше и больше. Я понял. Хорошо. Ну удачи. Хороших продаж. Спасибо. Вам тоже. Соседи. Привет. Люздор. Привет. Я так понимаю, это то, что вы привезли. Это то, что вы привезли. Да. Как торговля? Как фестиваль? Торговля прекрасна, фестиваль прекрасна, но мало. Мало? Четыре дня мало. А четыре дня мало. И три в них мало. И три в них мало. Я понял. Заходите в Людзор. Заходите в Людзор. Заходите в Людзор. И будет вам счастье. В Харькова-то не особо находишься. Нет. Почему? Тогда мы к вам. Да. Мы к нам. Приходите. Вайт Рапец. Привет. Белые кролики. Вы их видели. Что сегодня привезли? Сегодня у нас новое пиво. Томатный гюзэ с чесноком. Ох ты. Томатный гюз. Да. Да. Пейшн пролель. Светлый эль с маракуйей. Классический стаут. Пока лагерь. Чуть позже будет сезон пшеничный. Ну как вообще торговля? В мае было лучше. В мае лучше было, да? Сейчас люди в основном отдыхают, да? Я думаю, что да. Привет, пацаны. Здравствуйте. Что интересного у вас? Интересного? Мангуэль. Мангуэль. Имбирный, да? Смотри. Имбирное пиво. Хорошо подходит к сушам. Что очень всего эти травы? Светлые. Светлые? Нефильтрованные, да? Светлые? Без порошка. Крафтовые сыры. Да. Ах, какая красота. Что за сыры? Козьи. Козьи? Отлично. Сколько выдержка? Полтора-два месяца. О, нормально. Прилично. Графа Херсон. Привет. Привет. О, сразу реклама. Да, да, да. Ребята, да, настроены на победу. Что интересного у вас? Все. Все. Первый раз на фестивале. Молодцы. Как я. А у вас, получается, American PLA. Star, copy-lager, мидный птаг, премиум лагер и в ДНЛХК. Плюс ЖБ банка, айбилы так. Плюс ЖБ банка на 33,05. Подвечу. Ага. И банка, и стегло, и платье. Короче, полная программа заряжена, да? Да. Как фестиваль вообще? Нравится. Платно. Отлично. Спасибо. Первый раз здесь, да? Первый. Душевно, да? Душевно. Хорошо. Атмосфера необычная. Ракета петарда. Ха-ха-ха. Два пивовара. Два пивовара. Два пивовара. Вот такие вот. Два пивовара. О, но их четверо. Да. Да. Две, две. Да. Что у вас интересное? Лимонад, пшеничный. Оба. Шварцбирг, Бавария, Мюнхенский лагер. Фольксбирг такой, да? Народное пиво. Народное. Классическое. Одесская пивоварня от Борио. Хэлло. 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 Вот так закрылось. Хэлло. Хэлло. Тищь. Кисло-соленое пиво. С малиной. Это тоже наши друзья. Нормально сказать. А там, где ваше пиво продается? Да. Ну да, ребята. Молодцы. Ну, как это было? Ну, как это было? Ну, как это было. Ну, как это было? Качка. Качка, брыни. Качка. Качка. Как торговля? Потихоньку. Потихоньку. Можно было и лучше, да? Пока еще рано. Можно говорить. Я понял. Ну, два дня нормальных. Смотря с чем сравнивать. Ну, вы философ, я смотрю, да? Да, нет, не говорится. Все относительно. Я понял. Чешский лагерь Бланц. Чешский лагерь Бланц. Иржи. Что такое Иржи? Это темное чешское пиво. Легенькое, приятное. Да, в честь монаха, который сварил его. Это лагерь? Да, это чешский лагерь. Чешский лагерь. Чешский темный лагерь. Чешский темный лагерь. Ааа. И подумателя, да? Похоже, но это легкое чешское пиво. Ну, я понял. Каждое пиво отличает. Понятно. Конечно. Оно ни на что не похоже. Ааа. Я понял. Труб. Барабан. Давай к нам узнаем. Иржи. 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 Трубадур. Так. Трубадур. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ваши трубы и барабаны? Трубы и барабаны? У нас здесь только трубадуры. Здесь пшеничный солод, цветочный пиво. Что у вас интересного, совсем, совсем интересного? Все интересное. Все сердца. Все так отвечают. Все интересное. Все манять. Все хорошее и качественное, а что-то интересное. Тут надо... Ничего не скажете, да? Все интересное. У нас есть акация. Это пшеничный. Это ячменный. Это из такого более легкого. Вот у нас портер хокейный наш. Наш призовой, между прочим. Мичель Ван Эль. Это американский Пейл Эль. Уже более продвинутый. IPA. Сухая вещь. Сухого охмеления. Все самое лучшее. The best. Да? Конечно. Я понял. Реприум. Два брата акробата. Дальше не надо продолжать. Что у вас интересного? Интересного. Есть пшеница. Хорошая, насыщенная. Купава Виль. Чем насыщенная? Конечно же пшеничкой. Очень насыщенная пшеничка. Ценица насыщенная пшеничка. Отчетливо чувствуется. Есть хотор. Это есть стаут. Вот этот. Темный, плотный. А что такое хотор? Хотор это стаут. Темный, плотный. С послевкусием кофейным немножечко. Приятным кофейным послевкусием. И есть очень интересная паричка еще. Паричка. Это красная смородина. Она в стиле милкшей кипа. И с добавлением этой как раз-таки красной смородины, которая дает сладость именно тоже на привкус и на послевкусие. Ахмеленочка с ягодой. Да, да. Но там, кстати, ахмеленочки менее чувствуется, нежели ягодку. Интересная штука. Попробуйте. Да, попробуем. Есть сау, кисляк, манго, газе соленый и крем-брюле с пианика. Ой, чего у нас только нет в Одессе. Мама наварила целую кучу. Мама наварила. Крем-брюле. Это вообще выговорить можно. Давайте я вам налью. Вы попробуйте. Вы любите более сладкое или... Я вообще люблю обычное. Ну, вы же сказали удивить. Ну, хочется попробовать. Кабаны всегда. Ну, давайте начнем только с простого и будем удивляться по мере. Какие спереди? Это бельгийское вело. Брусник прибежал. Что ты пьешь? Ты уже похмеляешься. Я пью брусника саур. Брусника саур? Да. И как? Ну, если учитывать то, что я бруснику никогда в жизни не пробовал, то... То, а то брусника саур. Понятно. Ну, сказать не может, брусника или нет, да? Не, ну, чувствуется хорошо. Ягоды чувствую. Да. Попробуй попали в кадр. Да-да. О, нормально. Вот такие интересные сорта. Седьмой номер вообще бомба, да? Закончился седьмой. Очень популярный. Но на второй не осталось, да. Не за счем, мило. Здрасте, здрасте. Привет. С интересного привезли. Пивас, а вы? Отлично. Это лучший и неожиданный ответ. Отлично привезли, но... Слушай, мы очень сильно переживали, мы боялись, честно, даже две ночи не спали, но сломав, сломав этот стереотип, и мы привезли на пивной фестиваль пива. Молодца. Правильно. Лагерочки, лагерочки, элёчки, стаутики. Вкусняшки. Народная. Что-нибудь необычное есть? Есть. Есть. А что? А, да, есть, да, конечно же. Я и забыл. Открывать на карты. Есть у нас замечательный свеченый мэтт, сделанный по рецепту 1737 года, которого откопали, да, в Софии Киевской, и амбард по мотивам амбардных книг Софии Киевской. Прикольно. Вкусненькое церковное пиво. Не похожее ни на что. Отлично. И как народ реагирует? Слушай, ну, я удивился. Я поставил на него какую-то еще невменяемую цену, потому что его очень мало осталось. Мне его жалко с ним расставаться было, потому что я жалую. Да, ну, как дифлопе, его очень мало, поэтому он очень дорого. Очень дорогое, да. Да, и, ну, недовольных мне не было. Ну, то есть, люди, которые просто не совсем понимают, что это, даже, типа, не пиво на вкус, но интересно. Всем понравилось, недовольных. Не знаю, что это, но вкус. Да, 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 главное, чтобы палкой потом не пили. Ну, отлично. Удачный. Да, спасибо. Заходите в гости, вам тоже. Приветули! Приветули, привет! Всем привет! Чешская пиво! Чешская. Гарна дужа! Я понял. Чехия оригинал. Завод Дудак Страканица. И не только. Понятно. Как вам фестиваль? Как? Да. Ты на лестнице уже был? Был. Ну, вот, я видел тебя. Ну, как тебя на лестнице? Нормально. Вот так и фестиваль. Я понял. Понял. Везу херов. Чисто в одесский. Все. Все могу пожелать. Удачных продаж. Да. Не холодные, давайте. Не холодные. Спасибо. Ребята. Не знаю, есть ли они сегодня. Ребята, да? Конечно. Как и всегда. Фесту лав. Первая любовь. Болынская пиво. Янтарный эль. Самая лучшая, наверное. А что ж сомневается? Конечно, самая вкусная. Я понял. Самая ароматная, самая душистая. Я смотрю, у вас и бутылки, и банки, и на разлив. У нас есть какая-то рекорд просто. И склянки. Рекорд. Молодцы. Ребята, ну, удачки вам. Копи Хоси. Веселый Копат. Молодые люди. А как его варить? Ну, вот вы пивари, вы варите. Они там уже разные вариации. Речки. Да, восхитительные. Невероятные. Удивительные. Очень вкусные. Прям невероятно вкусные. Восхитительные, вкусные. А вы пробуете? Нет, спасибо. Я пробовал, я просто покажу. Нажаль, на видео вкус не передать. Знаете, как они? Как аромат, да? Да, да. Аромат прям вот тут. Аромат, да. А вот, друзья мои, Вилен Вилейко. Да, знаменитый пивовар, производитель пивоваренного оборудования. Да, да, да. Это Копи Хоси называется. Да. Все-таки на третий день решил заехать. Да, разобрались немножко с делами. И просто решили пройтись, посмотреть формат. Ну, тоже надо, да? Так, для общего развития. Попробовать конкурентов и оценить. Почему нет? Конкурентов нет, мы все друзья. Все друзья. Но попробовать, как друзья варят, да, пиво, тоже полезно. Конечно. Каждого своя ниша. Он ее уверенно занял, зубами сцепился, когтями и ногами, и всем и держит. А у тебя как ты стараешься? И то, и то, и классику, да? И все-таки эксперименты какие-то? Да, еще, если там детям задания дают в школе, еще крестиком и шивают. Еще крестиком матроскин. Понял. Ну, сейчас будем пробовать, да? Ну, попробуем, наверное, потому что надо. За рулем, нет? Нет, мы без руля. Отлично, отлично. Сейчас подгоним кран и будем пробовать. Привет, Демьякам. Привет, привет. Мы так служивали, будет ли сегодня еще. Вам уже наливают? Да. Мы рады вас заливать. Дима вас радует. Я смотрю, у вас торговля полным ходом идет. Ну, учитывая, что первый раз на фестивале, да, рады одесситам, благодарны им за то, что приходят пробовать. Дай вам Альфовского попробовать. Мы вас видим здесь первый раз. Интересно. Хотим попробовать все ваши дела. Одесса приветливо, открыто, добродушно, доброжелательно. Мясо, 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 снеки, да? Все натуральное, все сыровяленое. Мясо натуральное? Конечно. Не пластиковое? Нет. Точно не пластиковое? Нет. Отлично, да. Выглядят точно как натуральное. Спасибо. Держи. Спасибо, мне подарили. Спасибо большое. С сыром пармезаном. Грана падада. Отлично. То, что я люблю. Спасибо огромное. Удачных продаж. Если вы гости, то пейте много. Попайте много, купайтесь в озере, насолодчуйте життя. Спасибо. 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 Спасибо.